здравствуйте дорогие друзья если вы слышите эту прекрасную музыку то сегодня я расскажу вам о такой игре прошедшего 2006 года как за elder scrolls oblivion если мы видим как колыхаются травинки ветер горит где-то блокпост мы видим горы ясное небо и игра от которой невозможно не получить удовольствие это очень прекрасная игра я не знаю тут очень странно работает сглаживание вот может это из-за теней ну ладно суть не в этом в общем что я хочу рассказать я заканчиваю эту игру потому что я провел в ней очень много часов тут вам и грибочки всякие валяются которые можно подобрать рпг составляющая крутая тут щит прекрасно проработан от первого лица я попробую рассказать об обливионе своем и мнением но это сложно 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 в том плане что не полюбить эту игру невозможно вот тут можно купить лошадь чтобы насладиться пейзажами обливиона тут интересные есть персонажи даже если они просто нпс они все равно могут что-то рассказать вот рыцари проработка доспехов очень прикольно но это без модов то есть если сделать моды и нпс серии с или какие-то моды на графику то игрушка будет все равно выглядеть замечательно но все равно даже без модов и нпс серии с вода выглядит я скажу замечательно даже сейчас все эти отражения она все равно для своих годов обливи он была требовательна ну вот мы сейчас заберем свой лошадь так вот мы можем выбрать как от первого лица скакать так и конечно же от третьего у нас крутые доспехи доедра самые такие прикольные которые мне нравится как внешне выглядит вот тут очень клёво наслаждаться игрой можно сделать ночь и ночь видеть звезды это очень красиво сейчас посмотрю сколько по времени почти вечер до мне почему-то один час стоит ладно суть не в этом так мы мы да мы можем увидеть звезды сверчки даже тут деревья шелохаются с ветром блин знаете вот именно музыка дает атмосферу ты не можешь оторваться от великолепных композиций которые играют в данной игре сейчас посмотрим как будет выглядеть утро вот утро тоже выглядит очень принципе красиво я да тут загрузка области есть это прогрузка территорий вот тут олени скачут тут есть даже какая-то ребят живность то есть знаете даже сейчас игра она дает чем застыл просто игра дает какие-то свои приятные впечатления я даже не знаю как это передать но даже когда играешь ты реально кайфуешь о враг вот как раз мы сейчас увидим как бои происходят вот на нас нападает киса зверская киса до киса вот тут даже враги очень умные и очень яростные арена с пума нападает да на вот тут очень враги проработаны то есть можно обыскать продать шкуру пумы допустим рпг составляющая как была в том же ассасине третьем тут оружие очень проработано то есть вот если например увидеть как выглядит офигенно щит и меч как классно выглядит но тут есть еще и двуручники то есть мы можем стрелять как и из лука если например выберем лук например теневая охота мы можем пострелять из лука но прикол лука еще в чем так сейчас вот например я стреляю и можно из трупа потом вытащить стрелу то есть ты кого-нибудь например допустим убьешь и ты ну в моем случае я стрелу видимо не могу достать почему-то она видимо в пуме застряла конкретно ну ладно суть не в этом из трубов иногда можно стрелы доставать вот и ты реально наслаждаешься видами тут настолько огромная территория настолько происходят разные события вот монстрик куда-то побежал мы видим другую локацию издалека мост какой-то вот очень красивый архитектурный мост и игра завораживает то есть с модами она будет даже в двадцать первом году выглядеть по моему мнению охеренно могли конечно я забыл поменять можно умбру взять вот ну этот уже пытается что-то нам доказать но мяч умбра тоже самый такой неплохой вот рядом какой-то этот я забыл как их называют каменные враги вот тут очень красиво сделаны доспехи мне нравится как они сделаны вот они очень прикольно в принципе проработаны доспехи тут очень большая карта тут очень большая территория как так вы можете перемещаться но тут очень большая территория даже для шестого года тут очень много локаций да в фоллауте третьем тоже всякие поселения форды лагеря реки вот и провинция это называется керодил или циродил как вам удобнее будет вот мне очень нравится данная игра она одна из моих любимых потому что в ней очень есть крутые моменты которых нет в других играх вон на нас этот напал кто-то а вот он магии хреначит тут даже от третьего лица бои выглядят очень круто враги нападают по-разному и озвучка тут очень прикольные ударов и озвучка персонажей блин я не знаю если вы пропустили обливион или хотите в него поиграть то в принципе я вам очень искренне советую пройти вот куда-то его куски покатились то есть физика работает в принципе на ура как и должно работать вот конь нас дожидается вот что мы можем с этого соли пустоты ничего мы с него в принципе не поймели да ну до того поселения по-моему далековато хреначить я считаю ну мы можем например переместиться в тот же имперский город ну например в университет волшебства вот красиво выглядят даже тут в принципе боевые маги у них ж ну шляпа кое-какая определенная какой-то колодец ну что еще интересно что тут очень много заданий и может происходить всякая интересная фигня которую ты можешь это встретить вот на арене можно в принципе посражаться кто потом будет играть вот они что-то обсуждают разговаривают да я не знаю почему при сглаживании но я чуть-чуть накрутил что-то и игра при записи начала немножко лагать да вот они что-то трындят в общем что я хочу сказать что тут удобная прокачка тут можно приобретать статусы гильдий тут есть гильдии тут ты можешь быть бойцом магом защитником сиродила почетным рыцарям победителем арены гильдии воров ты можешь быть в темном братстве рыцари девяти также но это дополнение вот и в принципе на все про все уходит много времени где-то часов девяносто если все проходить все исследовать в принципе вот ну вот например у меня ушло сколько заданий сейчас скажу заданий выполнено 213 три задания осталось но это те задания которые не завершаются это задания сейчас скажу задания руды в руду постоянно приносить задания гильдии воров находить новых воров для гильдии а оно никогда не закончится по-моему и арена постоянно будут какие-то новые бойцы вот поэтому вот например в принципе если мы зайдем в комнаты магов то мы будем видеть например как выглядят комнаты магов так например вот мы открываем дверь тут в принципе кто-то спит какие-то листочки ингредиенты книги можно читать от которых например может быть прокачка тут ну например можем в магазины зайти сейчас я попробую зайти в магазины сейчас чтобы показать как выглядят магазины торговый район например да тут очень красиво выглядит да стрипы достопримечательности извиняюсь всего меняется разному погоду что было ярко теперь стало резко мрачно вот тут магазины посохов классная какая-то статуя мне нравится как она сделана это на что палата имперской торговли ну например палата брони вот мы видим какая броня у чуваков продается то есть торговля тут в принципе вот он что-то комментирует можно отремонтировать какой-нибудь меч допустим спросить даже какие-то слухи что-то купить договариваться свои шмотки можно в принципе продать вот и можно даже персонажи подкупать но если у тебя максимальное расположение то они тебе могут не так задорого в принципе продать вот а это я выбрасывал свои там старые шмоточки в принципе вот чем еще примечательно в хорошем смысле данная игра тем что есть такая фигня как создавать внешность персонажа но это было в начале я показать вам не смогу но я примерно создал такого персонажа единственный минус то что тут лица выглядят не очень но если сделать моды то конечно лица будут выглядеть симпатично например мне еще нравится такая фишка что тут можно купить дом собственный дом тут то есть есть не только у нас лошадка которая будет например ждать нас конюшни тут очень много плюшек в игре который я не смогу даже до конца вспомнить да я что-то подкрутил какие-то настройки игра стала мне немножко притормаживать не знаю с чем это связано так нет дом наш не тут да сейчас я посмотрю где наш дом а вот как раз впереди вот вот так в принципе выглядит наш домик который нужно обустраивать то есть нужно купить для дома всякую мебель я думаю тем кто нравится кому нравится покупать дома в тех же симсах в принципе понравится также тут можно сесть за свой письменный стол и что-то написать но это не столь важно венца можно хряпануть выпить вот ну это сейчас не суть тут на удивление даже картины нарисованы неплохо тут у нас даже двухэтажный дом и он у нас естественно обустроен вот мне даже по квесту кто-то картину нарисовал да подаренная картина в буфете можно что-то хранить но у нас там такая в принципе одежда сшитая на заказ от кутюр наверное да что тут еще я мог в принципе пропустить это комната хозяина это спальня а а у нас тут что во второй комнате а ну тоже что-то в принципе красиво обустроено так ну я не знаю тут много впечатлений тут в принципе очень интересные бои сделаны врагов всякие там подземелья вот мы видим издалека какие-то горы куда можно в принципе прискакать конечно в принципе мир ограничен я не спорю территории тут условные то есть там нельзя переплыть если карта например в игре закончилась вот мы вышли каким-то судя по всему лесам вот ждет нас лошадь видимо наша и рядом стоит какая-то чужая потому что красным цветом изображена чужая лошадь о это минотавр как раз можно в принципе показать магию как хреначит магия сейчас я как раз вам и покажу на нас как раз нападает грёбаный минотавр вот у него хп шик прилично и вот мы видим он пытается как-то напасть нас каким-то носом но мы защищаемся щитом его пробуем хреначить мы в принципе завалили кинотавра а минотавра блин господи прикольно это обустроено вот можно обратно спрятать оружие это в принципе мое мнение да я понимаю что я не буду сейчас критиковать потому что я в принципе не игромания то есть любые журналисты вот там волк по моему хреначит по лесу но в принципе реалистично в лесу волк ээээ я не стану критиковать данную игру да вы сейчас такие посмеетесь типа чего бандит на меня нападут а тут есть бандиты он скажет наверное деньги дать эээ в смысле не хочет да какой-то хренский щит у бандита прокачка блокирование навык по вашим ну ладно погнали вот я не договорил свои мысли дамы скажет и такие типа чувак ээээ ты чорехнулся игра шестого года а ты говоришь чтобы в двадцать первом году мы играли типа Ну, графика дрочеры, наверное, так скажут Типа, чтоб ты играл В такую старую игру Но я повторюсь, я вам говорю Господи, Лагин, о чем есть из-за тумана, наверное, да? Ну давай, ух ты шьё, а этот с оружием А тот вроде без оружия был, да? Ладно, лови молнию, сучара Чё, нравится? Вроде прошло Так, а время у нас сколько? А, уже к вечеру, что ли? Немножко подождали Ладно, хотя бы так Вот, и все-таки скажут Да вот, игра древняя, как ты можешь нам советовать такое говно? Но я повторюсь, если вам не нравится оригинальная графика игры То поставьте HD-моды на графику Как есть в том же Сталкере И других играх, подобно в Fallout'е Конюшню, что ли, нашли? Ну да, походу, конюшню Вот И играйте себе, в принципе, на здоровье Тут даже красиво факел сделан Тут даже факел тушится Когда идёт вроде дождь Или ты оказываешься в воде Вот, можно с факелом походить И будет какая-то там О, баран Какие-то В стиле пенумбры прям Вот, разные расы тут существуют Чувак, видно, чем-то занимается Припаркуешь мою лошадь? Нет? То есть, вот если, например, факел, он останется Ты будешь с факелом, например, скакать с той же лошадью То есть, в принципе, прикольно Эта фишка сделана Жалко, что, единственно, с коня нельзя сражаться Ну, к сожалению, для того года Ещё это, в принципе, не сделали Вот Я что хочу сказать Если вам нравится РПГ РПГ То я вам советую поиграть с модами Со всякими моделями Чтобы были какие-нибудь няшки Мод на графику И, поверьте, даже в 21-м году Обливион вам понравится Тут есть очень интересные элементы РПГ-составляющие Которые вам могут понравиться Ну, с модами Если вас устраивает оригинальная графика Но Я так скажу Старое это хорошо забытое В принципе, старое Поэтому, если Вы обращаете внимание именно на детали Не на графику Что тут можно Собирать те же грибочки Заняться Собиранием грибов Вот В принципе, для разных квестов Но Моё мнение Вот То, что я Прошёл все квесты В 21-м году Потратил 90 часов на игру Это мне Очень сильно Понравилось Я получил Удовольствие От игры Главная составляющая Данной игры Это, конечно же Музыка Внимание к деталям Много-много Квестов Огромный мир Интересные ситуации Которые с вами Могут произойти Мы в каком-то лесу Наверное, якобы Оказались Походу Так что Я понимаю Что это мнение Игрока Ну Бабочка летает Да? По-моему, да Прикольно Я Обычный игрок Ну И мы с вами Обычные игроки И поэтому Если я получил Удовольствие От игры И хотел Поделиться Ребята С вами Данным мнением Что Игра заслуживает Своего внимания Поэтому Оставайтесь С нами Я буду делать Еще интересный Материал Но Эту игру В принципе Я никогда Не забуду Эта игра Надолго Мне запомнится Я надеюсь Кто не был Знаком С Обливионом Именно Которые играли Скорее Мы возможно Пропустили Обливион Обливион Вам Очень сильно Понравится В принципе Как и мне Но Если конечно Вы не сильно Обращайте Внимание На графику Так что С вами был Казоку Фэмили Ставьте лайки Приглашайте Друзей Всем До новых встреч Всем Пока Пока Субтитры 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 Субтитры